Прежде чем разбирать вопросы, которые рассматриваются под статистами 550-552, Шех Маал-Кизам здесь в книге привел самостоятельный вопрос, который указывается как еще один способ совершения намаза Аль-Джиназы. То есть на прошлом уроке, помните, мы разбирали, сколько тагбиров надо делать, читать надо фатиху, нужно ли читать перед фатихой два алисифта, после фатихи нужно ли читать суру и так далее. Эти вопросы мы разбирали на прошлом уроке. Говорит Шех Маал-Кизам еще один способ того, как можно совершать намаз в джиназы. Приводит хадис имам Аль-Бхахи, говорит, рассказал нам Абу Абдиллах Аль-Хавиз. Что такое Абдиллах Аль-Хавиз? Это Аль-Хаким, автор Мусадрака. Говорит, рассказал мне Абу Иснаиль ибн Ахмад Аль-Таджир. Нам поверил Мухаммад ибн Аль-Хасан, Хасан Аль-Аз-Калани. Нам рассказал Хармал ибн Яхи, то есть Аль-Тужиби, Аль-Мисри. Рассказал нам Абдуллах Аль-Хасан 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 Аль-Хас Абу-Умаме было несколько месяцев. Поэтому Абу-Умама, относительно него устанавливается, что? Видение пророка Сар-Алла Асанам и постижение пророка. То есть он постиг жизнь пророка Сар-Алла Асанам и видел его своими глазами. Отсюда устанавливается подвижничество, но он ничего не слышал от посланника Аллаха Сар-Алла Асанама, что исходится. Ясно или нет? Вот это вот нужно будет отметить. Значит, он видел пророка Сар-Алла Асанам, он его застиг, но ничего от него не слышал. Это постановление кого? Младших подвижников. Несколько месяцев ему было, когда пророк Сар-Алла Асанам скончал. Несколько месяцев, то есть он уже был рожденным, так ему было несколько месяцев. Так вот, у Акана говорит, не кубара аль-Ансар. Говорит, кто Ибн-Шигад, а у Умама был из кого? Из великих ансаров. У Уляма им, из их ученых. Из великих ансаров не имеют в виду взрослых подвижников, имеют в виду из великих своих, своим знаниям. Ясно или нет? Говорит, он был из детей тех, которые участвовали в битве при Бадре, посланником Аллаха Сар-Алла Асанам. Но что указывает, что он был маленького возраста, так и он был из детей тех, которые участвовали при Бадре. Говорит, Ахбар Ау Риджаль Минасхабин Наби Сар-Алла Асанам. Смотри, рассказали ему люди из подвижников. Ясно? Значит, мы говорили, что Абу Умама ничего не слышал от пророка Сар-Алла Асанам. Но этот хадис у нас кого взял? От неизвестных подвижников. Неизвестность их вредит или нет в данном случае? Не вредит, потому что все подвижники являются верными, религиозными, хадисы которых принимают. Так вот, Абу Умама рассказывает, как нужно делать намаз джаназы, как его совершал пророк Сар-Алла Асанам. Говорит, имам делает тагбир. Сумма юсалли алян-наби Сар-Алла Асанам. Ва юхли сусалла яани алян-нэй. Сит-тагбират ас-салят. Что имам делает тагбир и делает салават за пророка Сар-Алла Асанам. А затем делает искренне дуа за умершего в трех тагбирах. Сумма юсалли мутаслеман хакифан. А затем делает небольшой таслим. Что значит хазир? Легкий таслим. То есть, не громко его произносит. Спокойно произносит таслим. То есть, салям. Хина-янсарит. Когда заканчивает намаз. Ва сунна анях аль-манурау митля мата аля имаму. И сунны являются, чтобы те, кто за имамом, делали то же самое, что сделал имам. Это первый из над этого садиса. Что из него берется? В нем, обратим внимание, не указано на чтение суры Сатиха. Не указано на чтение суры Сатиха. Но в другом риваяте этих хадисов, которые у нас придут дальше, указываются на то, что суры Сатиха нужно читать. Давай, сразу у тебя запишите этот риваят. Он у нас в книге не приходит. Приводит его имам Анна Саи. То есть, риваят хадиса Абу-умама. Сагля ибну Ханейха. Который приводит имам Анна Саи под номером 1989. И с над его можете не записывать, просто зачитаем. Риваят рассказал нам Кутейба. То есть, Кутейба ибну Саид. От Лейса, то есть, Лейса ибну Саада, от ибну Шхаба, от Абу-умама, ибну Сагля, ибну Ханейха. Который сказал. Ас-сунна тисфала алял-джаназа. Вот это у тебя запишите. Он небольшой хадис. Ас-сунна тисфала алял-джаназа. Сунны во время совершения намаза джаназа является что? Если сподвижник говорит сунна. Это постановление, что это слова пророка или нет? Нам. Это кодица в долг. Говорит сунны во время совершения намаза джаназа. Чтобы человек после первого тагбира прочитал Суру Фатиха. То есть, мать книги. Имеется ввиду Суру Фатиха. Что значит Махафа Татан? То есть, про себя, шепотом. А не слух. Махафа Татан. Там арбута на конце. Про Са-Са и еще там арбута. Махафа Татан. Еще раз. А потом еще сделать три тагбира. Сунны во время совершения намаза джаназа является то, что после первого тагбира человек прочитал с опытом Суру Фатиха. А потом сделал еще три тагбира. Сунны Каббиру Салатан. Ат-Таслим после последнего. То есть, после четвертого тагбира нужно сделать то. Нужно сделать. Салям. Откуда взялся четыре тагбира? Тагбир, после которого считают Суру Фатиха, плюс еще три тагбира. И после четвертого тагбира, ведь, нужно сделать Са-Слим. Значит, вот Са-Слиму. Вы себя можете подписать. Передатчики этого хадиса, передатчики Бухарии и Муслима. Передатчики этого хадиса, передатчики Бухарии и Муслима. И этот древоят является достоверным. Почему мы его привели, кто скажет? Потому что в Иснате Баяхатке не указано на чтение Суру Фатиха. И кто-то может понять отсюда, что сразу в первом тагбире, без чтения Суру Фатиха, нужно прочитать Салават за пророка. Но правильно, как нужно понимать этот хадис? Первый тагбир делаешь, у себя, поймите, вот это вот другой вид чтения Джаназы. Делаешь первый тагбир, читаешь Суру Фатиха. Без дуали в стихах, без Суры после Фатиха. Просто Фатиха читаешь. Потом, говорит, делаешь второй тагбир нам. Обычно во втором тагбире что читается? Салават за пророка, так или нет? Потом делается тагбир третий, потом делается дуа за умершего, так или нет? Но в реворяте обу-умама, как делается? После второго тагбира делается салават за пророка, а потом до третьего тагбира делается сразу дуа за умершего. Потом после третьего тагбира тоже делается дуа за умершего. Потом после четвертого тоже делается дуа за умершего, а потом только делается салям. Понятно, это один из видов намаза Джаназы, который является установленным и достоверным исходя из хадиса обу-умама. Салават за пророка, Потом два сразу после салавата, еще не сделав, сагбир третий. Получается, салават, получается, два за мертвого, сколько получается после трех сагбиров? После второго, после третьего, после четырех. Все, вот это вот, этот вид совершения намаза динамит. Халя Зогри, говорит о Зогри, это теперь второй из нас этого сообщения, которое у нас здесь в книге приводится. Адеса небезалика Абу-Умама, у Абнур Масаев ясна. Мне ведь рассказал об этом Абу-Умама, и при этом присутствовал Саид Ибнур Масаев, который все это слышал. И это ему не присутствовал. Так? А Саид Ибнур Масаев один из имамов, Севриина. Зачем Зогри приводит его? Потому что этот имам послушал, как нужно читать динамит от слова Абу-Умама, и не присутствовал его, согласился с этим. Халя Ибнур Шига, сказал тогда Зогри, И тогда, говорит, я сообщил этот вид намаза динамит от Абу-Умама, кому? Мухаммаду Ибнур Суэиду. И я тоже слышал, как Дахак Ибнур Кейс рассказывает относительно намаза, который он совершал над умершим, такой же хадис, который рассказывает Абу-Умама. Можете у себя сразу подписать, Мухаммад Ибнур Суэид, Маджулюль Халь. Его положение неизвестно. Его положение неизвестно. Поэтому этот второй иснад, второй иснад в данном случае, является каким? Является слабым. Является слабым. Но он поддерживается первым иснадом. Маджулюль Халь. Второй иснад ясненно или нет? Начинается откуда? Вот это вот. Говорит, я упомянул Ибнушаб, говорит, Хазакар, что жалико, я упомянул это Абу-Умаме и так далее. То есть историю про Абу-Умама, кого? Мухаммаду Ибнур Суэиду. И дальше Ибнур Суэид говорит, И я слышал от Захака Ибнухайса и так далее, что приводит этот второй иснад. И третий иснад, который приводит Бегаты, Варалау, и этот же самый хадид говорит, приводит Аль-Хаджяч Ибн Абимани от его деда Аубейда Ибн Абезиада Ар-Рафафи, от Зугри, от Абу-Умамы. Вы себя можете сразу подписать. Что подписать? То, что вот этот вот Аубейдулла Ар-Рафафи является передатчиком уровня хороших хадидов. Поэтому этот иснад является хорошим. Говорит, от Зугри, от Абу-Умамы, от одного из подвижников пророка, Саваллау Алисанам, «Оки язык руль сатиха бадат тагбира туль уля». И в нем уже упоминание фатихи после первого тагбира. Ясно? Значит, упоминание фатихи пришло у кого? У Насаи. У Насаи, как мы это записали, на запись, так или нет? Его передачки какие мы сказали? Передачки Бухарии и Муслима, то есть хадис достоверный. И пришло во втором, вот этом, еще пришел на это второй ревайон, в данном случае, наш третий иснад, который приводит Байгафи. Он каким является? Хорошим. Он является хорошим. В нем тоже приходят упоминания суры фатиха. Первый иснад, который приводит Байгафи, является достоверным, его передачки крепкие, известные. Второй иснад, в нем Мухаммад ибн Суэйд, его положение неизвестно. Но третий иснад, Байгафи не упоминал полностью. Но то, что у нас из него имеется, он является хорошим. Все его передачки крепкие, кроме Убайдуллах Ар-Разафи, Саинуа Хасану Аль-Хадис. Он уровня хороших хадисов. В Аль-Хадису Биаде Турк Сахи, Бальбит Тарих Аль-Уля Пакад. Поэтому этот хадис, со всеми этими снадами, является достоверными. Более того, достаточно только лишь, даже первого иснада, чтобы этот хадис являлся достоверным. Теперь понятно, почему привели ривоят имама Насаи. Потому что ривоят Беяшкей, в котором упоминается сура Патиха, является неполным. Поэтому кто-то может сказать, упоминание Патиха является недостоверным, и можно совершать намаз джиннады, и в нем не прочитать Патиху. Это неправильно. Потому что в ривояте у Насаи упоминание Патихи приводится, и этот ривоят является достоверным. Вот этот вот вид намаза джиннады ясен, Жен-Шалла. Не надо повторять. Жен-Шалла понятно. Продолжение следует...